Турки вновь заговорили об отмене популярной у россиян системы «все включено». Если all-inclusive исчезнет, то ситуация на туристическом рынке точно изменится, утверждают специалисты. В этом случае большинство людей скорее выберут для посещения Египет или Дубай. Однако очередные разговоры об отказе от устоявшейся системы «все включено» алтайские эксперты все же расценивают как пиар-ход. И это такая определенная спекуляция, потому что огромное количество продуктов, огромное количество алкоголя и всего когда-то остается невостребованным, что-то выкидывается. Многие отели говорят, что это нерентабельная часть. Но опять же, говорить о том, что обязательно в порядке введут эту систему, на мой взгляд, пока не приходится. И ожидать этого тоже пока смысла нет. По одной простой причине. Это огромная целевая аудитория. По данным экспертов, почти 80% россиян голосуют за систему «все включено». И лишь небольшая часть – за отдых с завтраком или без него. А также за возможность выбрать дорогие алкогольные напитки. И этот факт, несомненно, примут во внимание представители турецкого турбизнеса. Ведь, со слов специалистов, турпоток из России уже и так уменьшился, в связи с высокими ценами на путевки. Проблемой стала большая инфляция в Турции. За год стоимость проживания в некоторых отелях выросла на 30-40%. У нас предусмотрены в основном 9-10-11 ночей. То средняя стоимость, ну, скажем так, минимальная стоимость на человека отеля 4-5 звезд начинается примерно от 90 тысяч на человека. И даже горящие путевки, которые очень любят наши туристы и жители Алтайского края в том числе, тоже не отличаются прям кардинальным снижением. И это цены с учетом вылета из Барнаула. Чартеры в Турцию в краевой столице полетели еще в мае. Согласно подсчетам, прямым перелетом за три месяца лета воспользуются около тысячи человек. Данил Кузнецов. День с толком.